Друзья, буквально в эти выходные был Всемирный День Собак, и посмотрите, какую прелесть, какого чудесного Басю. Познакомьтесь, мы пригласили в нашу студию. Ну и, конечно, Бася не один, а с ним вместе Виктория Болдырева, кинолог. Будем, собственно, сегодня разговаривать о такой грустной пароде. Мы хотели, да, мы хотели сделать, чтобы он улыбнулся, Бася, улыбнись. Я просто раньше был толстый, а сейчас кожа обвисла, я не могу улыбаться. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Собственно, мы не зря пригласили такую немножечко грустную собаку, да, Басет Хаунды выглядят самыми грустными. Виктория, расскажите, как их вообще развеселить? Ну, наверное, какими-нибудь вкусняшками, игрушками. Они также любят всякие вкусности, полезности. Например, колбаса, вы говорили, да, вот за кадром, что любят колбасу? Ну, не колбасу, мяско. Мяско любят. Мы даже с собой немножко взяли. Ну, вот сейчас давайте покажем нашим телезрителям именно глаза этой собаки. Не зря говорят, что она грустная. Еще и глаза у него почему-то вот такие красные, как будто он полгода не спал. Это что за признак? Это здоров он вообще или нет? Да, он здоров. Просто это особенность характерная, породная особенность. А вот скажите, это именно характер у него грустный такой, да? Нет, это очень, на самом деле, очень веселые, подвижные собаки. И многие люди берут их, думают, что это такие диванные мусики-пусики. На самом деле, это очень серьезная собака, это гончая. И для того, чтобы она выбегивалась, ей нужно около 10-12 километров. Допустим, да, если собака не будет получать такое количество нагрузок, она может дома покостить, все грызти, ломать, выть. Дело в том, что у них от природы был специально выведенный такой голос трубный, для того, чтобы, когда они гонят, допустим, дичь, чтобы его очень далеко, на большое расстояние слышал охотник. И поэтому, когда Басе было бы грустно, и он бы выл... Выли бы соседи. Да, это выли бы соседи, это была бы собака Воскервилля. Просто весь район бы, наверное. У нас у всех просто представление об этой пародии только исключительно из фильмов, например, у Колумба, известного детектива, была такая собака. Или мультфильмы, когда вот тоже они детективы и пес ходят в шляпки. Он все, меланхоличен до невозможности, ему ничего не нужно. На самом деле, когда они становятся взрослые, вроде бы они меланхоличны, это называется качество вязкость. Имеется в виду... Это не значит, что он будет прям весело очень много бегать, но он бежит, 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 бежит. И так километров 10. Все, 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 и думает о своем. Поэтому движением нужно очень много, и в свое время это была порода очень популярная, ее хватали все, к сожалению, и очень много собак отдавалось, потому что, ну, эта собака должна быть все-таки для спортсменом. Ну, я смотрю, вот, позвольте, пожалуйста. Такая особенность у этой породы, Бася, привет еще раз, мы с тобой уже познакомились. Вот лапы, очень широкие лапы. Для чего такие? И очень, и очень короткие. Неужели на... да, и очень короткие. На снегу он бегать должен, или где там, по какой-то болотистой местности. Зачем такие большие лапы? Ну, как бы в лесу, в принципе, эта собака была выведена... Ну, вообще она была, в принципе, изначально во Франции, и доделано, вот, скажем, до своего совершенства в Великобритании. Вот, поэтому там немножко леса другие, где-то болотисты, где-то это, возможно, как-то это специально. А есть какие-то особенности ухода за бассет-хаундами? Ну, я думаю, что здесь нужно обратить внимание на глаза. Глаза, да. Последить, да. Ресницы у него красивые. Вот, да, и думаю, что это собаки не те, которых нужно разрешать прыгать на диван с дивана, потому что они достаточно полноформатные, у них длинный корпус, может быть повреждение в позвоночнике. Да вы что, даже так. Ну, есть игрушка, да, с вами еще вот, вы принесли. Они с чем любят играть? Ну, вот это любимина Басе, игрушка. Вот, он ее уже сразу просит, конечно. Как зовут, как зовут? Аф? Аф, твоя? Твоя? Или не твоя? А дети на детей как реагируют? У них есть трехлетний племянник, с которым они эту игрушку делят. Да вы что? Да. Кто побеждает во время этой дележки? По-моему, Бася. Бася побеждает пока. А это одна игрушка? Одна его любимая игрушка? Одна из его любимых игрушек. А вообще, какие еще они любят? Он мячик любит. В принципе, все, что есть у кого-нибудь, это нужно срочно отобрать и приспоить себе. Ну, вот простой вопрос. Когда вы вот 10 километров... Вы заметили, он у вас отобрал, и все ему стало неинтересно. 10 километров идете вот с ним где-то по улице, а он такой весь грустный, весь какой-то погруженный в себя, ему ничего неинтересно. Он философ. Моросит дождя. Люди, прохожие, сердобольные подходят к вам, не спрашивают, так, ну что же вы собаку там учите, отдайте нам лучше в хорошую руку. Мы ее развеселим. Ну? Ну, не знаю. Не было пока таких случаев, да? Нет, вроде бы не было. А с Басей какие-то курьезы приключались? Вытворял что-то такое необычное? Ну, Бася у нас недавно съел носок. Да. Совсем? Я даже боюсь предположить, что с этим носком произошло впоследствии. Мы ходили в больницу. Ходили в больницу. Ой, это не такая смешная история, как я подумала. Это очень была смешная история, достаточно грустная, но, слава богу, все обошлось. Поэтому, несмотря на то, что... Бася решил сам рассказать просто нам эту историю. Бася был сыгая и вот у себя гавкать. Но съел носок, это от того, что он такой молодой, пока еще не соображает? Да, он еще такой молодой, поэтому за ним нужно следить, конечно. А вообще, команды какие-то умеют выполнять? Ну, Бася у нас только пошел в школу. Бася, Бася, иди сюда. Бася пошел в школу, это... Это да. И собаки тоже ходят в школу. Молодец. Каникулы в собачьих школах есть? Каникулы? Да. Вот, молодец. Но они явно не сейчас, да? Сейчас вы еще пока учитесь. Ой, какой молодец. Ой, как здорово. Практически чемпион. Да. Ну, кстати, у него есть вариант того, что он потом, когда подрастет, уже может забирать какие-то медали, титулы? Ну, конечно, варианты у всех есть у всех, кто за них хватается. Кто за них хватается. Кто не упускает шансов. Ну, вот, с кем такая собака будет выглядеть оптимально просто? Это человек какого возраста, какого склада характера? Ну, это человек достаточно активный, я еще раз сказала, да? Вот. Может быть, и бабушка, и дедушка очень активные. Да. Бегать с ней не надо, с ней нужно много выхаживать. По кругу дома. Да. Поэтому он может украсить и пожилого человека, как бы, семью пожилых, активных людей и молодых. Ну, конечно, для суперспорта они не очень годятся, но для охоты и для активных прогулок. Ну, вы еще сказали, что он с детьми, в общем-то, хорошо ладит, то есть, если это семья с ребенком, можно коляску и тут же рядом идет... Ну, у меня тогда логичный вопрос. Все мы знаем, что в Красноярске тот же самый остров Татышев, там миллиард сусликов, если с такой собакой прогуливаться и в этом излюбленном месте отдыха, он начнет вести себя неадекватно и гоняться с этими. На самом деле, они на более крупную дичь. Там и лисы есть тоже на Татышеве. Суслики для них... Это мелко, да? Суслики для них это не то. Ну, ничего. Ну, все бывает. Ну, в общем, у нас животные. Все мы люди. И собаки тоже. И собаки тоже, да. Ну, в общем, он не будет реагировать на то, что суслики будут его провоцировать. Видимо, пора нам уходить на сюжет, потому что Бася решил, что разговор закончен. Что пора, да, да. Еще раз давайте представим наших сегодняшних гостей. Это Виктория Болдарева, кинолог, и Бася, самый грустный пес в мире, но это, как оказалось, миф. Этот пес на самом деле не грустный и может пошалить даже в студии программы «Утронные миссии». Даже с таким голосовким и грустным лицом, да. Друзья, что ж, мы узнавали про то, как будет вести себя Бася с сусликами. Ну, и сейчас давайте... Вот в чем прелесть породы. Он может на том уровне находиться и заглядывать девушкам по схвате. Да, Бася, не шалей, пожалуйста. Такой маленький уже мужчина. Друзья, давайте, давайте уходим сейчас на сюжет, посмотрим чуть-чуть, ну и мы веселим здесь Басю.